здравствуйте друзья мы продолжаем наши библиотечные уроки как мы видим книга прошла долгий путь прежде чем стала такой как мы привыкли ее видеть современные книги имеют довольно сложное устройство и каждая часть книги обложка переплет иллюстрации имеет свою интересную историю из чего же состоит книга во первых страница книги это книжный блок который состоит из сшитых тетрадей и если мы с вами возьмем книгу и присмотримся к ней мы увидим что действительно книга состоит из отдельных тетрадочек соединенных в один монолит книжный блок авантиту это первая страница книги содержит как правило некоторые сведения о книге издательстве название серии и так далее вот у нас с вами авантитут титульный лист содержит основные данные о книге фамилию автора название жанра произведения фамилия переводчика название издательства или год издания вот это титульный лист рядом с ним находится франциспис он может быть приклеен к вам титул или титульному листу и на нем часто помещается портрет автора следующий элемент книги шмут титул это элемент который отделяет главы или части книги друг от друга как например вот здесь титульный лист внутри книги называется шмут титул спусковая полоса каждая новая часть книги начинается со спусковой полосы которая может быть украшена заставкой или красивым шрифтом буквицей вот как например здесь мы видим что текст начинается не сверху страницы следующий элемент книги это иллюстрации конечно мы все их очень любим книги могут печататься иллюстрации на тоже бумаги что и текст но часто их печатают на бумаге другого вида и располагаются они в книге в виде наклеек или вкладок вот например здесь мы видим целую серию иллюстрации внутри текста страницы книги для удобства нумеруются в конце книги находится содержание или оглавление исключение составляет учебная литература где содержание и оглавление могут находиться в начале книги обрез книжного блока может быть закрашен краплен или украшен золочением цветной печатью или тиснением вот например у нас есть книга цветным обрезом сверху и снизу корешок блока украшается капталом мы часто с вами видим этот элемент книги но не знаем что это такое это каптал находится вот здесь в корешке книги маленькая тоненькая ленточка которая предохраняет переплет от пыли лиссе в некоторых изданиях корешку крепится маленькая ленточка которую можно использовать в виде закладки это мой любимый элемент устройства книги это очень удобная вещь и вот она мы можем читать книгу и чтобы не искать где мы закончили читать и не использовать закладку которая может потеряться мы можем сделать это при помощи вот этой ленточки форза книжный блок и переплетная крышка соединяются между собой форзацами выполненными из плотной бумаги очень часто их украшают либо чем-то похожим на иллюстрации его просто красивой цветной бумагой мы можем открыть любую книгу увидеть что форзацы как правило очень красиво оформляются вот например в этой книге здесь элементы текста и черновика книги которые мы с вами будем читать переплет это все элементы скрепления книжного блока крышки с блоком и сама переплетная крышка то есть все устройство книги вместе называется переплетом что же такое переплетная крышка она обычно делается из толстого картона может быть покрыта одним материалом или комбинацией материалов для покрытия используются кожа искусственные материалы ткани бумага матовая глянцевая пленки тексты изображения на переплетную крышку наносятся с помощью печати красками тиснения фольгой рельефного тиснения или при помощи использования на клей корешок переплетной крышки может быть прямым или кругленым с пользованием специальных рельефных украшений блинтов от английского слова блин вот здесь мы видим вот такой красивый корешок переплетной крышки в качестве защиты переплетной крышки и дополнительного украшения издания нередко используется супер обложка вот пример супер обложки мы все их знаем когда на обложке книги находится еще одна как правило украшенная если книга старится ее восстанавливают специалисты реставраторы это интереснейшая работа которая предполагает не только знание истории книжного дела но и самых разнообразных технологий которые применялись в разные века конечно книга может пострадать не только от времени но иногда бывает так что из новой книжки случается беда чтобы такого не произошло нужно соблюдать десять простых правил во-первых книгу нельзя брать грязными руками книги нельзя рисовать ни в коем случае это не альбом для рисования переворачивать страницы нужно аккуратно чтобы их не порвать подклеивать страницы в книге даже если их порвали не вы не загибать листы и не вкладывать ручку карандаш и прочие посторонние предметы это может разрушить переплет книги пользоваться закладкой чтобы отметить в книге место где ты закончил читать перед тем как перевернуть страницу не следует лизать палец так как от этого страница портится кроме этого из-за того что бумага шероховатая на ней легко задерживаются пыль и грязь поэтому думая о здоровье книги мы также заботимся о своем здоровье переворачивать страницу нужно только за верхний угол если поворачивать за нижний блок то быстро стираются цифры которые указывают номер страницы на время чтения библиотечной книги ее лучше обернуть нельзя читать во время еды это замедляет процесс пищеварения неблагоприятно влияет на здоровье а прочитанная среду информация хуже усваивается кроме того нечаянно можно испортить или испачкать книгу теперь вы знаете как менялись книги на протяжении веков как устроены современные бумажные книги когда-то величайшее открытие древности изобретение бумаги и книгопечатание изменили мир книг и библиотек мы живем в удивительное время мы являемся свидетелями того как появилась новая форма книги электронная книга да и библиотеки сегодня это уже не книгохранилище где можно взять книгу на время а центры управляющие потоками информации являющиеся хранителями знаний и культуры о том как изменились книги и библиотеки в наше время мы с вами поговорим в следующий раз спасибо за внимание спасибо спасибо спасибо